Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Красников Сергей, я юрист, и сегодня мы с вами поговорим об одной животрепещущей для домовладельцев теме. В разгаре весна становится все теплее, это значит, что традиционно набирают обороты продажи загородной недвижимости. Юридические услуги в этой сфере – одно из направлений работы нашей фирмы. Коттеджные поселки вокруг крупных городов растут как грибы после дождя. И сегодня я расскажу об одной из самых главных и, можно сказать, самой страшной проблеме, с которой могут столкнуться покупатели участков в таких поселках. На стадии продажи застройщик поселок часто рассказывает заманчивые истории о том, какие прекрасные дороги построят в поселке, какая чистая вода будет течь по прекрасным трубам и какие огромные мощности выделяет им местная энергосберегающая компания. Но, когда все участки проданы, часто выясняется, что застройщик неожиданно растворился в тумане. Ни дорог, ни водопровода, ни электричества в поселке так и не появилось. Единственным решением проблемы в данном случае будет проведение общего собрания для создания садоводческого некоммерческого товарищества, дальше я буду говорить СНТ, если поселок расположен на землях сельхозназначения, или товарищества собственников недвижимости ТСН, буду говорить дальше я, если это земли ИЖС. Это СНТ или ТСН должно будет взять на себя организацию всех строительных работ, которые обещал, но так и не произвел застройщик. Что делать с деньгами, которые покупатели уже перевели застройщику якобы за строительство дорог и прочей инфраструктуры? Об этом мы поговорим отдельно, в другой раз это очень сложная тема, заслуживающая самостоятельного ролика. Сейчас я хочу рассказать вам о том, как провести общее собрание для создания СНТ или ТСН. Это не так просто, а даже небольшие ошибки при подготовке или проведении такого собрания могут привести к тому, что решение этого собрания будет отменено судом. Итак, прежде всего, несколько самых активных и неравнодушных собственников должны объединиться в инициативную группу. Дальше нужно постараться получить в районной администрации генеральный план коттеджного поселка. Так вы узнаете, какие участки относятся именно к вашему поселку. Если вдруг сохранилась какая-то связь с застройщиком, постарайтесь получить у него список собственников всех участков. В противном случае инициативной группе придется составлять такой список самостоятельно, обходя в выходной день все участки или заказывая выписки из ЕГРН. Решение о создании СНТ принимают собственники в количестве не менее семи. Они просто составляют протокол собрания, которым утверждают устав, состав правления СНТ и председателя правления. Если же у вас жилые дома на участках ИЖС, то придется создавать товарищество собственников недвижимости ТСН, для чего проводить общее собрание всех собственников участков поселки. Для этого инициативная группа проводит заседание, на котором утверждает повестку дня общего собрания, устав, кандидата в правление и на пост председателя. Дальше нужно уведомить всех без исключения собственников о предстоящем собрании. В уведомлении должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание, время начала собрания и повестка дня. Уведомления о проведении общего собрания желательно передать каждому собственнику лично и попросить его расписаться в реестре выданных уведомлений. Кроме того, уведомления нужно развесить на всех видных местах поселки, опубликовать на сайте поселка, если он есть, и в группах поселков в социальных сетях. Также желательно напечатать объявления о проведении собрания в местной муниципальной газете. Собственникам, которых не удалось уведомить лично, очень желательно отправить уведомления ценным письмом с описью вложения. Ценным письмом с описью вложения, подчеркиваю, этот момент, это очень важно. Уведомление должно быть опубликовано или получено собственником не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания. Далее возникает очень важный вопрос. Как голосовать на общем собрании? Сколько голосов будет у каждого собственника? Если на квартирном доме на таком собрании голосуют, как это говорится, метрами, то есть количество голосов равно площади квартиры, то в коттеджном поселке все несколько сложнее. Обычно для голосования принимается схема «один дом, один голос» или «один участок, один голос», если не все еще построились. Но это приемлемо только в случае, когда все участки примерно равны по площади, или когда поселок застраивается по единому проекту, и на каждом участке действительно расположен один коттедж. Но как быть, если каждый из собственников, что называется, строился сам и возвел на своем участке, помимо основного дома, еще и некий гостевой дом, а то и два? Что такое коттедж? В законе не написано. И как распределять голоса? А в дальнейшем и платежи на содержание общего имущества? Непонятно. Или другая ситуация. Кто-то построил на своем участке небольшой домик, в котором проживает один, а другой выстроил замок в тысячу квадратных метров, и в нем живут три семьи с престарелыми родственниками, малолетними детьми. Такой собственник, конечно, будет больше заинтересован в создании на территории поселка зон отдыха, детских спортивных площадок, организации, надлежащей охраны и других дополнительных услугах. Но голос он будет иметь также один. При этом он и его родственники будут гораздо интенсивнее эксплуатировать общее имущество, а платить за содержание разных площадок, беседок, теннисных кортов, охрану и прочее будут так же, как и одиноко проживающий собственник, которому все это и вовсе не нужно. Что тоже явно несправедливо. Но главная проблема, которая встанет еще на старте создания ТСН, это проблема с определением кворума на самом первом общем собрании. Если для создания СНТ, как я уже говорил, достаточно, чтобы за это проголосовали 7 собственников, то за создание ТСН на землях ИЖС, согласно закону, должно проголосовать не менее 50% от числа собственников участков. Но поскольку понятия коттеджного поселка в законодательстве отсутствует, вычислить необходимые 50% может быть довольно непросто. По нашему опыту приемлемы только две схемы. Один участок, один голос, если участки примерно равные, или количество голосов равно площади участка, если все участки разные. Тогда и кворум на собрании будет составлять, соответственно, 50% от общего количества участков или 50% от общей суммарной площади всех участков. Сколько на участке построено домов, и в первом и втором случае не важно, иначе неизбежно возникнут споры о том, что считать дому. Кто-то скажет, что это баня, хозблок, мастерская, гараж и так далее. Вы просто не сможете в итоге вычислить кворум так, чтобы это нельзя было оспорить. Итак, вы уведомили всех собственников, и в назначенный день они явились в место проведения собрания. Оно может проходить прямо в поселке на улице, если хорошая погода, или в каком-то закрытом помещении. Все поместятся, если идет дождь. Если будете собираться на улице, инициативной группе нужно будет вынести какие-то столы, за которыми будет сидеть председатель и секретарь собрания и вести протокол. А также можно будет заполнить бюллетень для голосования. Возьмите, пожалуйста, несколько чистых камней или других грузов, чтобы прижимать бумагу на столах и чтобы ее не сдуло ветром. Это очень полезный совет, поверьте нашему опыту. Каждый бюллетень должен быть именным. Собственник вписывает в него свою фамилию, имя, отчество, номер участка и ставит подпись. Если после подсчета голосов оказалось, что на собрании явилось более 50 собственников и более 50% пришедших проголосовали за создание товарищества собственников недвижимости, значит, я вас поздравляю, решение принято. Нужно составить и сшить протокол собрания, заверить подписью председателя и секретаря собрания, также сшить и заверить устав. После этого избранный председатель ТСН направляется к нотариусу, где оформляет заявление о регистрации ТСН. Подает такое заявление на регистрацию сам нотариус. Сейчас это очень простая процедура. Решение общего собрания членов доводится до сведения жителей поселка в течение 7 дней после даты их принятия. Также путем размещения на видных местах поселка, на сайте поселка и в социальных группах поселка. После регистрации СНТ или ТСН в качестве юридического лица нужно открыть счет в банке, принять на работу бухгалтер или заключить договор с бухгалтерской организацией. Начать сбор заявлений от собственников, желающих стать членами созданного объединения собственников. На этом по процедуре создания все. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Если у вас есть вопросы по теме коттеджных поселков, можете их обслуживание, спорных вопросов, можете оставлять их в комментариях под этим роликом. Мы будем возвращаться к этой теме. Если захотите связаться с нами напрямую, то переходите по ссылке на наш сайт. Там есть все необходимые каналы для связи с нами. Спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!